Холокост. Их глазами. Обзорная выставка, рассказывающая историю катастрофы европейского еврейства, открылась в креативном пространстве «Квартал». Первым ее посетителем стал губернатор Сергей Морозов. По выставке его сопровождал председатель Ульяновской еврейской общины Игорь Добокаров. Мы каждый год проводим такие мебриальные мероприятия. В этом году мы попросили израильский музей Яд-Вашима, чтобы нам прислали в Ульяновск такую вот выставку, которая называется «Шоа». Шоа переводится в ритмах как «катастрофа», «Холокост». С середины 20-го столетия термин «Холокост» стал употребляться в контексте массового уничтожения нацистами евреев на территории Европы в период Второй мировой войны. Часть выставки посвящена альбому «Аушвиц», найденному узницей после освобождения. Он дает возможность увидеть практически воочию судьбу тех, кто прибыл в Аушвиц, лагерь в Освенцами, в 1944 году из Венгрии. Мы все знаем про Аушвиц, мы знаем вот по выставке про Аушвиц, но мы совершенно не знаем и почти ничего не знаем о уничтожении славян. А точно такая же машина работала в отношении славян, цыган и так далее. Такая же машина. И это можно организовать? Можно организовать уничтожение людей. Из официальных источников известно, что в отдельные промежутки времени численность уничтоженных, например, в концлагере Освенцем в Беркинау, достигала 20 тысяч в сутки. Остановить массовое истребление людей можно было только освобождением занятых нацистами территории и полного разгрома вермахта. И это было сделано. Капитуляция Германии является датой официального окончания Холокоста в Европе. До окончания Второй мировой войны было уничтожено около 6 миллионов евреев. В рамках выставки почтили память жертв Холокоста. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Уллправда ТВ.